Средняя школа номер 11 города Бреста – новое современное учреждение образования. Самая большая школа в области. В третий раз здесь звучит последний звонок для выпускников. Красивые и уже такие взрослые юноши и девушки попрощались с детством, родными стенами, любимый альма-матер и, конечно, учителями. Многие из ребят с трудом сдерживали эмоции. В такой торжественный день поздравить ребят с окончанием учебы приехал заместитель председателя Брестского облсполкома Геннадий Борисюк. Я желаю нашим выпускникам достичь тех задач, тех успехов, которые они перед собой ставят, целей. Потому что, да, сегодня последний звонок, но это, наверное, первый шаг к достижению тех жизненных принципов, тех жизненных высот, которые они перед собой ставят. Поэтому впереди ждут выпускные экзамены, впереди нужно будет доказывать и поступать в высшие учебные заведения. Вот, все это говорит о том, что начинается очень серьезная и ответственная пора. С волнением и с долей зависти поздравляли своих старших товарищей и первоклашки. Они пожелали выпускникам много добрых слов и отправили их в долгое плавание под названием «Взрослая жизнь». Мы и вы уже закончили учение. Нам гулять у вас экзаменов пора. Пожелайте нам хороших развлечений. Мы желаем вам ни пуха, ни пира. Белые рубашки с галстуками, красивые школьные платья и заплетенные косички. Эти маленькие детали указывали на то, что все выпускники тщательно готовились к одному из самых важных дней в их жизни. Очень волнительно и очень грустно, потому что это все так быстро прилетело. И до сих пор вообще не верится, что мы выпускники. Просто еще детство внутри, и это очень грустно. Не хочется расставаться. Мы привыкли приходить в школу, сидеть на переменах, смеяться. А сейчас это все так быстро заканчивается, очень грустно. Тут все очень добрые, все понимающие, а учителя так вообще просто. И администрация, все люди тут просто на лучшее. Наверняка перед выпускниками стоит дилемма, кем стать. Ведь кто-то хочет быть педагогом, кто-то врачом, а кто-то и вовсе задумывается о поступлении в военную академию. Но одно для них известно точно. Школа Далаем – необходимую основу. Для меня сегодняшний день является одним из самых значимых в жизни, как и для каждого человека. Так как впереди серьезная жизнь, впереди возрастающая ответственность. Ну и поэтому одно из важных, наверное, событий. Планирую поступать в военную академию. Это личные принципы и личная обязанность перед Родиной. Несмотря на то, что мы с ребятами знакомы только три года, мы успели друг к другу привязаться. И, конечно, очень грустно отпускать их во взрослую жизнь. Но, тем не менее, и радостно тоже, потому что это традиционный праздник. Когда-то, рано или поздно, этот день наступает, когда нам нужно проститься. Я желаю детям исполнения всех их желаний, легкого пути, определиться с выбором профессии и всего самого наилучшего. Буду безумно скучать, всегда жду их в школе, рада буду видеть. Конечно же, неотъемлемая часть последнего звонка – родители. Казалось, только вчера они привели за руку своих малышей в первый класс, делали с ними уроки. А теперь эти статные юноши и девушки уже такие взрослые, со своими серьезными планами на будущее. Очень сильно переживаем, потому что ведет уже взрослая жизнь. Школа – это школьные годы, а уже дальше взрослые, студенческие годы вперед. Впереди будет потом работа. Поэтому очень честно и очень нервничаю. Мы надеемся, что те знания, которые ребята получили в стенах школы, они дадут им надежную основу для поступления в высшие учебные заведения, в среднеспециальные учебные заведения. Да, наверное, просто устроиться и стать хорошими людьми в этой жизни. Потому что выпускники действительно талантливые. Они завоевали более 18 дипломов только за этот год в различных конкурсах городского, республиканского уровня. Пели, танцевали, учились, в олимпиадах областных участвовали. Поэтому нам очень приятно, что вот эти дети, они сегодня такие красивые, такие юные, вступают в жизнь. Ну и дай им Бог всего-всего самого наилучшего в этой жизни. Им и их родителям. Кульминацией последнего звонка в средней школе номер 11 стал не только вальс, но и уже традиционная высадка деревьев на школьной аллее почетными гостями совместно с выпускниками. Позади у ребят остались чудесные годы. Но это еще не прощение со школой, ведь впереди серьезные испытания. Три, четыре!